Наиболее часто коронавирус выявляется при обследовании пациентов с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии. Доля подтверждений заболевания при профилактических обследованиях невелика. По результатам анализа из тех, кто у нас болел, это 30% пенсионеров. Часть населения трудоспособного возраста, это в первую очередь лица, в том числе и бессимптомные, установленные по результатам обследований в трудовых коллективах. Вместе с тем, отчасти, учитывая, что некоторые неорганизованные мероприятия проходили у нас, в том числе и 23 числа, отчасти, учитывая, что увеличены в этот процесс крупные города, возможные явно развития ситуации. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян констатировал, стабильное число больных в стационарах. Сейчас их порядка 4 тысяч, большая часть пациентов лечится амбулаторно. Резервный коечный фонд на протяжении полутора месяцев составляет не менее 2 тысяч коек в сутки, поэтому в ближайшее время их переведут в штатный режим. На это планируем потратить 2 недели, в период с 1 по 14 февраля, 300 коек в больнице имени Середарина, 200 коек клиник самого университета, 200 коек в Галятинской городской клинической больнице номер 5 и 150 коек в Сызранской городской больнице номер 2, начинать переводить в штатный режим. Это будет означать, что в этот период мы просто приостановим на это количество коек, на эти площади госпитализацию пациентов, и потом планомерно перейдем к режиму дезинфекции. В четверг в область поступит очередная партия вакцины от коронавируса. Почти 29 тысяч доз. Первым компонентом вакцины привито свыше 21 тысячи человек, вторым – 5 430. В приоритете – медицинские и социальные работники, сотрудники правоохранительных органов, работники транспорта. В регионе организована дистанционная запись на вакцинацию, в том числе по телефонам горячей линии, а также на портале госуслуг. Там создан новый сервис, так называемый «лист ожидания». Дистанционно заявки на прививку подали 9100 жителей региона. Те граждане, которые проявляют эту инициативу, которые сами активно думают о своем здоровье, здоровье окружающих, в первую очередь должны вакцину получать. В первую очередь даю вам поручение, вот в первоочередном порядке, это не противоречит существующим подходам, с учетом того, что мы начинаем массовую вакцинацию. У нас достаточно вакцин, чтобы всех медиков привить. Поэтому вот всех, кто записался, вот есть у вас 600 человек из тех, кто записался, еще добровольно, сами, на опережение, и не провакцинированы. Вот в первую очередь их провакцинируйте. По поручению главы региона проработан вопрос вакцинации жителей поселка Рощинский. Там будет работать мобильный прививочный комплекс с мощностью до 100 прививок в день. Но, несмотря на массовую вакцинацию, на оперативном штабе напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности. Нужно по-прежнему носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Виктория Шарая, События. Роспотребный отзор.